Я думаю, этот вопрос связан с тем, что в нашем обществе продолжаются разговоры в отношении закона о чувствах верующих, об оскорблении чувствах верующих. Потому что очень трудно определить, что такое чувство. У одного можно оскорбить, другого нельзя оскорбить. Правильно, конечно, в плане законодательства говорить об оскорблении человека. И христианин, хотя и верующий, но в то же самое время являясь человеком, конечно же, он может подать в суд за оскорбление его. Если же это касается вопросов веры, Христа, то Священное Писание учит, что когда нас оскорбляют, мы должны прощать. Иисус говорил, что гнали меня, будут гнать и вас. В то же самое время, как Христа слушали, будут слушать и нас. Безусловно, если человек хочет проповедовать Евангелие и надеется только лишь на положительную реакцию, ему не стоит быть проповедником. Потому что вера не может быть однозначно принята в этом мире. И немало тех людей, которые отвергают, и не просто отвергают, но могут даже агрессивно атаковать человека, который проповедует Христа, и при этом оскорблять его веру, оскорблять церковь, в которую он ходит. Мы неоднократно подвергались оскорблениям в свое время в нашем городе, когда в течение практически восьми лет у нас чуть ли не каждое воскресенье приходили люди с плакатами оскорбительными для нас, с рисунками оскорбителями для нас, и оскорбителями для нашей церкви, и то, во что мы верим. Однако мы учились, проходя через все это, молиться за тех людей, потому что Иисус говорит, что нужно благословлять тех, кто вас гонит, нужно молиться за обижающих, и нужно делать все, чтобы те люди, которые не понимают сегодня того, во что мы верим, не понимают сегодня, они были бы завоеваны нашей любовью, а агрессию никогда не победить и злом злу точно так же не изгнать.